Светлана Тегина обратилась в нашу редакцию нисколько за помощью. Женщина хочет предостеречь других. Десять лет и семья, и друзья Светланы обращались в одно и то же туристическое агентство. А там больше шести лет работали с одним турагентом, Анной Орловой. Грамотно ответственный сотрудник, хорошо понимая желание клиента, подбирает отличные туры. Так о ней отзывается Светлана. Претензий не было. В октябре прошлого года женщина собралась в отпуск с тремя подругами в Турцию. Обратились к проверенному турагенту. Но только когда стали составлять договор, увидели, заключают они его не с турагентством, как раньше, а с ИП Орлова. Светлана признается, их это не смутило, ведь они и так всегда бронировали все через оно. Доверились снова. В течение двух недель внесли все деньги, более 300 тысяч. Старт тура 17 октября. Ближе к вылету и началось все самое интересное. В понедельник, 16 октября, она мне позвонила и сказала, что, извините, я перепутала, случайно забронировала ваш тур на 24 октября. Мы подвинулись из отпуска и все-таки решили уехать туда, в Турцию, 24 октября. 23 октября. В 9 утра она мне позвонила, сказала, да, все нормально, вы летаете сегодня ночью. Наняли трансфер, мы говорим, да. Вот. И через два часа она мне звонит и говорит, что она хочет нам признаться, что она перед нами очень виновата, приглашает нас в офис. Тур она нам не забронировала. Светлана сказала, что деньги она потратила на оплату тура тем, кто собирался в отпуск в начале сентября. То есть нашими деньгами она оплатила другой тур. Светлана говорит, турагент предложила написать расписку на 10 дней. Затем через юриста оформили претензию требования. И дали ей еще по этому требованию еще 10 дней, по стечению которых она сказала, что денег у нее нет, и мы можем обратиться куда хотим, в суд, что она виновата и будет отвечать по закону, но денег у нее нет. Так и сделали, обратились к юристам, Роспотребнадзору и полиции. Начался суд, на прошлой неделе было первое заседание, но ни Орлова, ни ее адвокат на него не пришли. После этого Светлана сделала пост ВКонтакте, поделилась своей историей и предостерегла других. Посыпались в комментарии. Около 12 человек стали утверждать, что они тоже пострадали от этого турагента. Светлана уверяет, что списалась с каждым из них. Пострадавшие из Москвы, Московской области, Иваново, Кинишмы, Родников суммы варьировались от 200 до 960 тысяч рублей. Сейчас обманутые создали группу в WhatsApp, там они обмениваются результатами, у некоторых уже начались судебные процессы. Светлана рассказывает, интересно, что все обманутые, это давние клиенты. Некоторые настолько доверяли турагенту, что даже не заключали письменные договоры. Клиенты отправляли деньги, по почте получали ваучеры и билеты. И у многих в этот раз получилось именно так. У них не казалось даже на руках никаких документов. Только вот такая устная договоренность в переписке. Кому-то деньги она вернула. Частями. В течение какого-то времени. А кто-то до сих пор не смог не вернуть ни копейки. Мы узнавали, что кто-то бронировал у нее туры. Вот в этот период и прекрасно съездили. Как и в 2022 году, в октябре, мы тоже ездили в отпуск от ее турагентства. Я просто удивлена тем, что до сих пор, я так думаю, до сих пор ее так никто и не закрыл. Потому что мы пытались позвонить с других номеров и проверить, бронирует ли она туры. Бронирует. Пожалуйста, куда хотите, когда хотите. Кстати, именно так через других пострадавших Светлана узнала. В Ленинском суде города Иваново находится дело, в котором также фигурирует турагент Орлова. Семья с друзьями собиралась в Таиланд на новогодние праздники. За путевки заплатили более двух миллионов рублей. Позже стало известно, отдых не состоится, так как деньги ответчики, индивидуальный предприниматель Федосеев и Орлова, направили на покрытие своих долгов перед другими клиентами. В июле прошлого года суд вынес решение взыскать пользу пострадавших более 2 миллионов 700 тысяч рублей. Сюда входит стоимость оплаченных путевок, неустойка, компенсация морального вреда и штраф. Мы пытались связаться с Анной Орловой, но пока что на связь она не вышла. Алина Марчева, Денис Железов, телекомпания БАРС.